Турецкая правящая партия справедливости и развития рассчитывает, что расположенный в Стамбуле собор Святой Софии вскоре будет открыт для поклонений мусульман. Об этом сообщил в среду заместитель её председателя. Таким образом, он прокомментировал слухи о том, что статус собора Святой Софии может быть изменён с музейной мечеть уже 15 июля. Покануне депутаты Государственной Думы выступили с призывом к турецким коллегам из Великого Национального Собрания повлиять на власти при обсуждении статуса собора и не допустить причинение ему ущерба. Российские парламентарии попросили депутатов, цитата, проявить мудрость и не подвергать ревизии решения основателя современной Турции Мустафы Кемали Ататюрка, которая на долгие годы превратила Святую Софию в символ мира и межрелигиозного согласия. И на юге получим огромный мусульманский мир, объединённый под турками. А у турок всегда была ненависть к нам, поскольку мы остановили их завоевание в Европе. Сегодня не против нас в Ливии, против нас в Сирии, не признают Крым и так далее. Это не просто так вот статус поменять, это значит нанести удар по Москве. Этот памятник византийского изотчества был возведён в первой половине VI века по указанию императора Юстиниана. После падения Византийской империи собор превратили в мечеть. Если турецкие власти составят Софию в нынешнем статусе, то это будет проявлением уважения к мировой культуре, это будет проявлением уважения к христианству, это будет проявлением уважения к православию, и это будет безусловно проявлением уважения к нашей стране, которая для Турции, помимо прочего, является главным торговым партнёром. В 1935-м по декрету правительства Турции, подписанному Ататюрком, собор превратился в музей, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. 50 лет спустя Святая София вошла в список всемирного наследия ЮНЕСКО.